Домашнему очагу повезло, рядом с ним перевернулся грузовик с пряниками в виде Члейкина Алексеева. То есть открытие магазина антикризисный и вот этот выпуск уже проспонсировала Химчистка Лебедь. Дело в том, что здесь, на пересечении проспекта Ленина и улицы Труда, домашний очаг, помните, да, тут еще рынок казачий, открылся пункт по приему вещей, которые вы можете почистить, постирать, ну и облагородить. Это очень удобно, потому что жителям южных районов города теперь нет необходимости ехать туда, на Московскую 5, где, собственно говоря, и располагается Химчистка Лебедь. Теперь филиал открыт и в домашнем очаге. Найти его несложно, так как специальные указатели присутствуют буквально на каждом шагу. Кстати, новостройки не очень-то рассчитаны на установку большого количества электронных девайсов, упрощающих жизнь. Это жилье эконом-класса, это не американские нормальные квартиры. И стиральная машина 2 метра необходимого жизни места схрумкает за раз-два. А стирать вещи химчистки и проще, и дешевле, в пересчете на химию, электроэнергию и воду. Если вы думаете, что устроить прачечную это легко, скажем, нет, это не легко. Потому что прачечные в нашем понятии, ну, вот в торговых центрах стоят. Это, как правило, обыкновенные бытовые стиральные машины. Их там 6-7 штук, которые жрут большое количество электричества, потребляют такое же количество воды. Настоящая химчистка – это вот такие высокотехнологичные автоматы. Есть, конечно, здесь на химчистке, на московской 5, и обычная, наверное, стиральная машина. Но она не совсем обыкновенная, у нее загрузка 15 килограмм. То есть вам надо понимать, что обыкновенная домашняя стиральная машина выдерживает нагрузку от 3 до 8 килограмм. Поэтому загрузите 10, вы можете ее выкидывать. Ну, по крайней мере, что-то здесь случится нехорошее. Химчистка отличается. Во-первых, количество спецреагентов здесь в 10, да, может быть, 20 раз меньше используется. Потому что это технологический правый. Во-вторых, нет такого явного воздействия воды. Здесь все немножко по-другому. Для того, чтобы понять, ну, вот мы вам показали. Естественно, такие машины стоят где? Только в специализированном месте. Оно здесь в городе единственное. Это химчистка «Лебедь» Московская 5. То есть вот оно, то, что чистит все. Но самое интересное находится за спиной того человека, кто держит светильник. Дело в том, что только здесь приводят в порядок ковры. Ваши любимые ковры. И персидские в том числе. То есть смысла выкидывать грязный ковер нет. Принесли сюда, здесь его почистили, и он как новый. Да потому, что работа ведется в специализированных условиях. И это комбинат, по сути. В то разумное плановое время обращение в химчистку было абсолютной нормой. Современная безмозглая реклама и гипертрофированная жажда наживы сделала в нескольких случаях этот бизнес очень дорогим. Но традиционная химчистка недорогая и доступная. И это химчистка «Лебедь». Доступность и низкие цены обеспечиваются высокориентабельным оборудованием, призванным решать самые сложные задачи недоступной бытовой химии. Да и надо понимать, что молекулы, распознающие сок, краску и еще много там чего, это простой рекламный трюк, призванный одурачить и так недалекого российского покупателя. Но мы никого дурачить не собираемся. Сложные вещи требуют непростых решений и грамотного оборудования. И тогда домашняя утварь и ваша любимая одежда будут служить действительно долго, экономя вам массу средств, которых, как всегда, не хватает. Был бы у меня вагон денег, я бы эти курточки не носил столько времени, а покупал бы каждый новый сезон. Но вот умение бережно относиться к своим вещам – это тоже правило, потому что зачем тратить лишние деньги, когда деньги можно потратить на вещи более полезные. К примеру, покушать получше и покачественнее, зная о том, что в магазинах в основном продается дерьмо. То есть ваши вещи при должном уходе могут служить и год, и два, и десять лет, и более. И абсолютно необязательно их выкидывать. Если, допустим, ваша дубленка испачкалась, ее вот в химчистку-либедь можно отнести. Или пирог почистить. Или, да, вы знаете, там много чего умеют делать, это специалисты. Но на московскую 5 ехать сейчас нет необходимости для тех, кто живет в районе улицы Труда и проспекта Ленина. Здесь, в торговом центре «Домашний очаг» есть приемный пункт. Привезли сюда и отсюда же забрали. Очень удобно.